Всем холло народ, с вами снова я Молтер, и сегодня я и два моих гостя Фортуна и Любитель проведем эксперименты с модом на максимальную удачу в терраре 1.4.4. Мод называется MaxLuck, и в нем мы выставили самые максимальные настройки удачи, чтобы посмотреть, что поменяется с этим в игре, и чтобы сделать интересные эксперименты. Также впервые я попробую проводить эксперименты с озвучкой в реальном времени, так что от меня вы увидите много экспериментов, где я нахожу что-то интересное впервые, а не записанное заранее. Ставьте за старание лайк, и обязательно смотрите от начала и до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну а мы начинаем. Ну а перед началом видео хочу рассказать вам о прекрасном сервисе для покупки игр, и не только. Многие мои зрители из России прекрасно знают о том, что пополнить баланс стимико крайне сложно, но на помощь приходит игровая площадка Case for Gamers, которую вы также раньше могли знать как Dave Mark. На этом сервисе вы спокойно можете как приобрести игры, так и пополнить свой баланс в стиме, xbox, playstation и во многих других необходимых платежных системах. Кроме игр, здесь имеется возможность купить игровую валюту, прочий вспомогательный софт по типу антивирусов. Самое главное, что вы можете купить из России и Беларуси без каких-либо ограничений, однако настоятельно прошу вас обращать внимание на регион активации, чтобы он совпадал с вашим. Переходите на сервис Case for Gamers по ссылке в описании и используйте пармокод MOLTER, который даст вам скидку в 10%. Ну, для начала давайте создадим мир, пусть это будет большой мир на мастере и давайте поставим багрянец, в принципе можем создавать. Итак, вот как бы я и заспавнился в мире и уже сразу же видим некоторые изменения. Первый же моб, который нас встречает это пинки. Кстати, второй моб тоже пинки, ну давайте их обоих убьем. Пока что никаких других слизней кроме пинки не спавнится, что прям удивительно. Но на самом деле не так уж и удивительно, потому что реально, удача на максимальном уровне. Сразу же выпал посох слизней, отлично, почему бы и нет. В принципе, посохам слизней будет легче сражаться против пинки. Но давайте мы оставим это занятие на потом. Пока что посмотрим, что еще есть в мире. Во-первых, я уже вижу золотую птицу, но давайте еще разбиваем деревья. Ну, вроде как из деревьев падают обычные совершенно вещи. А нет, золотая бабочка. Ну, бывает. Фрукты там всякие, желуди, ну это конечно дефолтно. Но вот золотые птицы, 5 золотых птиц одного дерева, это конечно необычно. Но в целом изменение деревьев только в том, что поменялись мобы. Давайте посмотрим, что в шахтах. Вот у нас первый горшок, давайте его разобьем. Естественно, 15 голды. Да, я так понимаю, из абсолютно каждого горшка будет выпадать по 15 голды, потому что это самый удачный, самый лучший дроп из горшка. Ничего другого, скорее всего, выбиваться не будет. Ну да, конечно. А вот и первая фея. Мне кажется, как только она найдет первое сокровище, прилетит еще одна фея. Я думаю, моментально. Давайте подождем. Да, очень быстро прилетает следующая фея. И конечно же, показывает на один и тот же лут. Что ж, я думаю, нет смысла так долго находиться, так сказать, в дохардмоде. Давайте проверим, что интересно у нас есть в хардмоде. Итак, сейчас я в зимнем биоме. Давайте немножечко увеличим спаун рейд существ. Потому что никто не спаунится. И убьем, допустим, вот этого слезнячка. Ну или сразу нескольких. И, разумеется, нам выпадает и замороженный ключ, и призывалка механиков, и омарок, и даже мороженое. Но я получил классное оружие, омарок. И я могу этих омарков получить вот сколько угодно. Потому что в зимнем биоме реально выпадает... Он будет постоянно выпадать. Кстати, почему-то выпадают только призывалки червей. Странно. Возможно, оно имеет наиболее высокий шанс выпадения. И поэтому выпадает только оно. Давайте сходим в кримзон. Почему бы и нет? Куча мимиков. Конечно же, в ледяном биоме что же, кроме мимиков, здесь будет находиться? А, ну и ледяной сундук обычный. Ну, там, конечно, ничего полезного. Кстати, кровавые ключи выпадают вместе с ледяными. Из мимиков выпадает самый редкий дроп. Который, на самом деле, не имеет никакой ценности. Потому что это просто питомец. Ах, да. Я еще забыл показать, что у нас есть элементарь хаоса. И, естественно, из всех них выпадает джезл раздора. Ну, а сейчас давайте выступит первый приглашенный гость. Фортуна. Приветствую всех, на связи Фортуна. Сегодня в ролике Молтора я проведу три эксперимента с модом на максимальную удачу. Бытует мнение, что со статуи предметы не падают. Тем не менее, выбить некоторые можно, пусть и с очень маленьким шансом. Но ведь у нас мод на максимальную удачу, и шансы не имеют значения. А значит, обычные статуи превращаются в бесконечную формилку питомцев, ресурсов и прочих вещей. Даже для считанных ингредиентов тут можно найти, пусть и не все. Если вам лень искать моба, но у вас есть его статуи, и, конечно же, этот мод, вы сможете выбить лут с этого моба, и вам не придется его искать. Удача также влияет на горшки. Обычно с них падают разные предметы, но с этим модом всегда выпадает золото. 5, 10 или 15 штук. В обычном же мире с горшков выпадают предметы в зависимости от сложности мира. Чем выше сложность, тем больше предметов, тем лучше эти предметы будут. Чем ниже сложность, тем хуже. Получается, самая худшая сложность, это режим путешествия. Там падает меньше всего предметов. Именно в нем мы будем проводить следующий эксперимент. Что будет, если разрушить все горшки в маленьком мире с модом на удачу и без мода на удачу? В этих сундуках хранится лут в одном с модом, в другом без мода. Как думаете, в каком? А вообще, такой лут будет, если сломать все горшки в маленьком мире без мода на удачу. А такой с модом на удачу. Более 300 платины в маленьком мире, а ведь в большом будет еще больше. Плюс в том, что даже если случайно сломать пару горшков, вы уже получите несколько платины. Но сколько бы денег не падало, ценнее будет лут с мобов. Без него не сделаешь зенит, праксы хорошие можно забыть. Да и чтобы вызвать стену, придется лично скинуть гида в лаву. Так сколько предметов может выпасть с моба? По сути, максимальная удача позволяет выбивать предметы с почти гарантированным шансом. А значит, с большинства мобов выпадут предметы, которые этот моб может дропнуть. Перед тем, как начнем, я обговорю несколько моментов, которые позволят нам увеличить количество предметов, которые может дропнуть один моб. Во-первых, мы должны получить и мешки с добром, и подарки. Не так важно, насколько полезен будет лут, который дропает моб. Важно, чтобы количество предметов было довольно большим. И для этого нам нужны подарки и мешки с добром. Чтобы получить и то, и то одновременно, нам нужно во время хэллоуина пройти морозную уму до 20 волны, когда появится сообщение, благодаря которому у нас целый день будут падать подарки и мешки с добром. Также хочу сказать, что кровавые мочеты не выпадают с мобов, о которых идет речь. Кровавые мочеты падают только с очень слабых мобов, а наш моб к таковым не относится. Также нужно сделать все биомы, кроме святого, чтобы выбить ключи из них. Нужно убить одного, двух механиков, но ни в коем случае не трех и не ноль, так как нам нужен елец, который падает после убийства меха, и призывалка механиков, которая падает только если хотя бы один механик не уничтожен. Выбить все три призывалки с одного моба нельзя, можно выбить только одну в любой момент времени. И последнее, в аду с мобов падает ее пекло, а значит арену будем строить именно в аду. Наконец переходим к самому эксперименту. Больше всего предметов падает с пиратов. Матросы, корсары, все кроме капитана пиратов и попугая. Не забываем про знамя, оно тоже входит в статистику. Наш моб должен давать и его. А теперь результат обычного дропа с пиратом. 35 предметов, 34 не считая мешка с добром, и дважды выпали штаны, так что по сути 33 предмета. Но с манипуляциями мы получим 46 предметов. То есть максимум можно получить 45 разных предметов и 2 пары штанов. Максимальная удача позволяет узнать, что можно выбить. Ведь те же предметы выпадут и с обычной удачей, просто времени потребуется чуть дольше. Так что в теории можно получить 45 предметов с одного моба. Но без мода на удачу на это может не хватить времени. Спасибо большое, Фортуна, за твое видео, твое выступление было просто великолепным. Но также я, конечно, естественно, хотел бы проверить, выпадает ли костюм разработчика. Нет, слушайте, не выпадает. Значит, удача на это не зависит. И я, кстати, заметил. Механические глаза нам выпадают, как только побежден уничтожитель. Значит, террария. Либо там какой-то шанс определенный у всех этих призывалок. Либо есть градация от уничтожителя к скелетрону через близнецов. Кстати, что интересно, пока близнецы не побеждены, мне выпадают еще призывалки глаза. Интересно. А если один близнец побежден, то все равно механические глаза. Это интересно. Но теперь мне будут выпадать призывалки скелетрону. Я надеюсь на это. И да. Механические черепа. Я еще не посещал джунгли. Давайте туда зайдем. Во-первых, давайте попробуем, что у нас будет с королевой пчел. Что интересного будет. Обязательно глянуть. Не помирай. Вот все. Ну, во-первых, из нее выпал елец, потому что у нас уже побеждены механики и ключ джунглей. Тогда давайте поднимем с фонрейт существ и посмотрим, кто там к нам прибежит. Во-первых, опять мимики. А во-вторых, есть какие-нибудь еще могут интересные. Кроме мимиков. Рапаймы. Ну, естественно, ельцы выпадают, шапки робота. Но это все не так интересно. Что ж, а если мы наведаемся в данж голема? Вот это да. Это было неожиданно, потому что в храме нет никого, кроме мимиков. Вот прям вообще. Я уже столько этих мимиков победил. Что ж, теперь эксперименты со скелетроном. Вернее, с его данжем. Оу. А это тоже неожиданно. Спавнится только слизней с ключами. Видимо, они тоже имеют какой-то шанс. В оригинальной игре. Но других мобов совершенно не видно. Это просто супер неожиданно. Кто у нас будет в аду? Я не обратил внимания. А, ну конечно же, адские мимики. Как я мог забыть о них? Я думал, там бесы какие-нибудь, что-нибудь такое будет. А в доходмоде я не успел посмотреть. Видимо, весь ролик будет посвящен мимикам. Они есть везде. Ну, хотя бы в гранитном биоме. А, нет, тоже мимики. Просто супер. Давайте в космос слетаем, что ли. Здесь должен быть кто-то, кроме мимиков. Ура, Виверна. Хоть кто-то. Странно, что Виверны достаточно редко появляются. По сравнению с Гарпеями. Зато первые гигантские карты выпадают из каждой. А эссенции, кстати, не увеличивают свое количество. То есть, в принципе, эссенции выпадают всегда. Но их количество не зависит от удачи. Что ж, передаю слово любителю. Всем привет! Так как у нас сегодня, мягко говоря, удачный ролик. И я тоже решил сделать в него свой вклад. В моих частях вы узнаете, влияет ли как-то удача на рыбалку. И на способности у ворота от атак. Погнали! Начнем с рыбалки. В теории, в ней есть несколько оставных моментов. Которые могут быть подвержены удаче. Это выпадение крутой рыбы и ящиков. В принципе, скорость добычи рыбы. Вероятность разрыва лески. И, естественно, влияние зелья ящиков на количество этих самых ящиков. Для того, чтобы проверить влияние удачи, я рыбачу 10 минут без нее. И 10 минут с ней. Ну и, наверное, не буду слишком сильно затягивать. Как я это люблю делать в своих видеороликах. Удача нифига не влияет на рыбалку. По крайней мере, в рамках того мода, который мы все используем. А прибавляет он ее знатно. Леска по-прежнему периодически рвется. Рыба и ящики падают хаотично. И даже мусор не фильтруется в плохих водоемах. Конечно, я проверил наверняка не все в рыбалке. Но если не работает самое банальное, смысл улезть дальше? Далее проверяем влияние удачи на вероятность у ворота. В рамках этого эксперимента я использовал снаряжение альпиниста и мозг запутанности. Но и опять же, смысла тянуть не вижу. Никакого влияния нет. Что так у ворот работает крайне редко, что так. Если бы удача имела хоть какое-то малейшее влияние на сказанные в видео моменты, мы бы это увидели скорее всего так же, как и в случае с элементалями хаоса и слизнями. К сожалению, по обоим экспериментам полный провал. Переходим к следующему ютуберу. Спасибо большое, любители Фортуны, за ваше участие в видео. Обязательно подписывайтесь на их каналы и ставьте лайки их видосам. Что ж, давайте потестим разные нашествия. Начнем, наверное, с... Эти кровавой луны. Почему бы и нет? О, естественно, будет выпадать просто гора корыт. Гора жерелий. Или не гора? На самом деле, я бы не сказал, что прям есть ожерелье. Но корыто точно выпадает. Давайте теперь попробуем морозную луну. О, вот сейчас интересно. Убиваем дерево. По идее, минимальный шанс, чтобы задропнуть. Она дропнула нам реликвию и крылья. Теперь сантанк. Очень интересно, будет ли пулемет. Ой, слишком много луто. И... А, уже двенадцатая волна. Ну, еще не так объективно. Надо будет с более низким шансом проверить. Спаумрейтом. А, тигель эльфа. Прикол. Давайте королеву руганем. Это будет гораздо интереснее. Прикольнее. Ну, конечно же, реликвия выпадает сразу же после малыша Гринча. Ну, малыш Гринча, конечно, не супер мощная. А, можно что-нибудь другое из тебя выбить, пожалуйста? Не хочу, чтобы питомец был максимальным шансом. Там же столько крутых оружий. Нет, из него выпадает только питомец. А, из сантанка, видимо, только тигель эльфа. А, нет, пулемет тоже. Прикол. В общем, что я могу сказать. Из сантанка выпадают оба оружия. Потому что они, видимо, имеют одинаковый шанс. Из елки выпадают крылья. Всегда только они. А из королевы выпадает всегда только питомец. Что ж, давайте сделаем тыкве на луну. Опять эти костюмы. Они постоянно засирают инвентарь. О, дерево. Бьем метла. И крылья. Ну, по аналогии с деревом из морозной луны. А, нет. Слушайте, с максимальной удачей ее можно фармить. Потому что свиток некроманта для призывателя тоже важная часть. И она выпадает. Смотрим, дропает он что-то или нет. Клинок всадника. Или клинок. Я не знаю. Слава богу. Из древнего плакучего выпадает вообще все. Это не как ель. Пока что выпадает практически весь луну. Что ж, я думаю, достаточно мы позабавились с тыквенной луной и с морозной луной. Я думаю, теперь можно попробовать пиратиков призвать. Все, пираты. Пираты, пираты. Давайте убьем. О, ё-моё. Вы это видели? Из каждого пирата выпадает абсолютно весь дроп. Вот прям. Вот прям совсем весь дроп. Я думаю, с их дропа можно построить целый дворец. И это я еще молчу о костюмах. О всяких там аксессуарах, монетных пушках. Ё-моё. Вот чисто просто весь инвентарь из лута. Он исчезает уже просто. Лута настолько много, что он просто исчезает. Я никогда в жизни не видел, чтобы столько много лута было из мобов. Это, наверное, самое внезапное пират. Конечно же, из него все самые редкие вещи выпадают. Ну, оказалось, пираты самые жирные по луту. Это просто невероятно. У меня сейчас весь инвентарь из-за их говна. Так, ну, во-первых, надо, конечно же, попробовать выбить четыре ключа разом. Для этого мы возьмем, наверное, кусок святого биома. Вот сюда мы добавляем святого биома. Еще один. По приколу, по рофлу. Будет у нас два. Там еще пустыня. Слушайте. Слушайте. Здесь же пустыня зачарованная. Давайте просто выделим кусок зачарованной пустыни. Отправимся обратно там, где я был. И вставим это просто сюда. Вот так. И вот так. Теперь здесь как бы считается за пустыней. Нам нужно еще скопировать кусок в джунгли. Вставляем в джунгли. И из него не выпало святого ключа. Но из него выпал пустынный, ледяной, джунгливый и багряный ключ. То есть четыре ключа можно выбиться. Но вот пять. Уже не получается. Также мне писали, можно ли получить предмет какой-нибудь обычный из горшка. Но пока все опыты показывают, что нельзя. Потому что сколько бы горшков я не разбил. Конечно можно это проверить еще одним способом. А, да, можно. Давайте вы просто надручим этим горшком. И как видите, выпадает только деньги. Вот прям, ну, ничего другого. Я их даже подобрать не могу. Их прям очень много. Конечно, можно их и адекватно поставить на землю, но... Ну да. Давайте проверим, выпадает ли из боссов, у которых выпадает какой-то один предмет из мешка. Будет ли выпадать не один предмет из мешка. Вообще, давайте убьем королеву слизней. Мне интересно, что есть там из нее будет. Она сейчас умрет из пределания украины. Нет, не умрет. Господи, из каждого ее прислужника посох слизней дропнется. Это просто пипец. Это фармилка посохов слизней. Из мешка выпадает обычный дроп. Ну, из нее, конечно, не будет ничего интересного. Надо призывать императрицу света. Призываем. Ну, нет. К сожалению, не выпадает никаких других, как бы, лутов. Выпадает только одно оружие. Но мне интересно кое-что. Это реально фармилка посохов слизней. То есть, если мы сейчас возьмем, призовем, не знаю, миллион королев слизней. Вот их очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много. И начнут они спавнят своих, как бы, слизней. Начнут? Ну, если поколотить, то не начнут. То будет выпадать просто гора посохов слизней. Посмотрите вниз. Там огромное количество этих посохов. Они постоянно выпадают отовсюду. А-а-а, лагает. Господи, это просто дождь из посохов слизней. Вы видите это? Это безумие. Этих посохов просто пруд вывели. Их очень много. Все, весь ингентарь в посохах. Посмотрите на лут. Здесь ничего нету, кроме посохов. Они просто лежат сплошным рядом. Теперь я подлечу вот сюда. Все, снова забит ингентарь посохами. Сейчас меня обнаружат. И перейдут марсиане. Посмотрим, что интересно. Мы крыльем громко. Ё-моё, что это там выпало? Это куча антигравитационных крюков. Песец. Просто песец. Это мини-версия марсиан, как будто бы. Ой, каких марсиан? Мини-версия пиратов. Тоже куча хлама. Которого просто... Которого просто очень много. Все эти лазерные буры, бластерные пушки, костюмы, крюки. Это все выпадает из каждого пирата. Да блин, не пирата, а марсианина. Из каждого марсианина выпадает вот весь этот букет. Рос. Какой же мы еще можем прикол проверить? Я не знаю. Думаю, на этом все. Мои эксперименты закончились. Наверное, я сделаю какой-нибудь закадровый голос, где я попрощаюсь с вами. Но в целом-то... Надеюсь, вам понравилось это видео. Понравились приглашенные гости. Подписывайтесь на канал. Давайте наберем 80 тысяч подписчиков. Я хочу провести эксперимент с максимальным спауэрэйтом. Ставьте лайки. Ну а с вами был я, Молтер, Фортуна, Любитель. Всем удачи и адьос. На одной из наших улиц Был веселый дом. Там раскручивая пленки Беломагнитополь. Жизнерадостный жокей Улыбался...